Не могу найти своё по жизни. А, я так понимаю, дело, да? Не можете, Татьяна, найти. Нравится много направлений, и всё по итогу поверхностное. Как это исправить? Как вот вы понимаете... Вот вы заходите в ресторан, как вы понимаете, что вы хотите съесть? Вы видите, да, меню, в котором написано разные блюда, написаны. И вот вы определяете, что я хочу съесть. Вы смотрите, например, там море продуктов. Нет, у меня аллергия, да, я это не хочу съесть. А вот здесь, например, там, я не знаю, мясо. Вот, и оно очень вкусное, и я хочу его попробовать. Что вы делаете? Вы его заказываете и пробуете. Едите. Ага, не понравилось. Почему? Слишком оно было таким, например, сухим, да, там его либо пережарили, либо передержали. В следующий раз, когда вы придёте, да, в этот ресторан, либо туда, где вы будете есть, вы уже, у вас будет опыт, вы будете знать, что пережаренное мясо сухое, оно мне не нравится. Мне хочется, ну, условно говоря, там, с кровью, к примеру. Недожаренное, либо средней прожарки. Если вы пробуете, понравилось, значит, вы для себя определяете, что теперь я буду есть мясо именно вот с такой средней прожаркой. То есть, что это значит? Вы в голове можете предполагать, что вот мне и это нравится, и это нравится, и я не знаю, чем заняться. Вам никто никогда не скажет, что вам нужно заниматься 100% вот этим. Почему? Потому что чёткий ответ того, что нужно вам, записано внутри вас. Это ваша программа. Вы это сможете понять только тогда, когда начнёте этим заниматься. Причём заниматься не раз попробовали, а несколько раз. Например, нравится вам таронумерология. Окей, нашли сначала себе мастера, учителя, с которым у вас есть полный резонанс. То есть, как человека, он вам нравится, вам подходит схожа ваша энергия. Почему это очень важно? То есть, вы не курс покупаете, а вы сначала изучаете мастера. И это очень важно. Почему? Потому что мастер создаёт продукт. Там обучение таро, например, есть у меня, и ещё у тысячи, там сколько у нас каналов на ютюбе, все, в принципе, преподают обучение таро. И примерно об одном и том же, да? То есть, об арканах таро. Но вы выбираете себе мастера. Если вам мастер созвучен, это показатель того, что у вас схожие ценности и у вас схожие убеждения. Почему? Потому что есть резонанс. То, как он говорит. Например, мне нравится глубина, мне нравится весь этот поиск, мне нравятся смыслы, мне нравятся знаки, символы. Я это изучаю. А вам, например, мне нравится, вы предполагаете, что я хочу делать расклады на отношения. Мне важно просто понять, подходит мне, если мы говорим про таро-нумерологию, подходит мне, например, партнёр или нет. То есть мне, по сути, интересно, но я бы не очень-то и увлекалась этим. Я вам изначально уже не подхожу, поэтому курс, который вы купите у меня, он вам не подойдёт, по причине того, что вам будет неинтересно то, что я вам говорю. Он будет другой мастер, который схож с вашими вибрациями, условно говоря, вашего уровня. И вы тогда уже, то есть сначала определили себе мастера, вы покупаете у него курс. Пробуете, слушаете, практикуете некоторое время и наблюдаете за своими ощущениями. Если есть отклик, и вам это нравится, вы горите, то вы будете дальше это продолжать. Если вам не нравится, то вы не будете это продолжать, вы будете себя заставлять. А когда мы себя заставляем, это по сути есть насилие. То есть мы уже совершаем в кавычках, даже без кавычек некий такой грех, то есть насилие по отношению к себе. И вот когда вы много раз попробуете разные какие-то вещи, не просто почитаете, а углубитесь в них, изучите, тогда вы сможете найти то, что является вашим, то, что не является вашим. А чтобы не тратить много времени на разные моменты, у каждого человека с рождения из прошлых жизней, он уже переносит свои наработанные какие-то способности. То есть то, что он уже наработал ни одно воплощение. И это, эти свойства, навыки иногда называются дарами. То есть дарами не в плане того, что вам подарено, а в плане того, что вы это очень хорошо наработали в своих прошлых воплощениях. Если вы внимательно понаблюдаете за собой в детстве, что вам нравилось, у вас будут список из пяти, шести, условно говоря, направлений, которые вам будут нравиться. Мне с детства нравилась всегда мудрость. Мне с детства всегда нравилось учительство. Мне нравился поиск, что-то там раскапывать. Не в физическом плане, а вот именно информацией. У меня это хорошо получалось. Я могу связывать вещи, которые между собой, на первый взгляд, не связываются. У каждого из нас есть вот этот вот список этих характеристик. Но если вы их выпишите, то вы посмотрите, что вот это, это вот, условно говоря, моя база. Где я ее буду применять, не имеет значения. Почему? Потому что это вы уже умеете. То есть, по сути, то, что наше, это то, что мы уже умеем. Сто процентов, потому что мы не одно столетие это нарабатывали. Меня, например, никогда не потянет в космонавтику, там, я не знаю, в инженерию, либо еще. То есть, я туда даже не посмотрю, потому что у меня нет таких наклонностей. Но меня всегда будет тянуть, например, в психологию разных видов, в эзотерику, потому что я этим занимаюсь, ни одно воплощение. Поэтому, чтобы определить для себя, каким делом я хочу заняться, первое, надо вот написать вот этот список. Дальше понаблюдать, вот с детства, к чему у вас была наклонность. И потом понаблюдать, а зачем люди к вам приходят? Вот они же к вам обращаются, зачем? Я не знаю, за советом. Например, кому-то может прийти человек и сказать, ой, слушай, ты так вкусно готовишь, дай мне рецепт. И понаблюдать. Одно дело, когда это один человек, а когда говорят 5, 10, 15, значит, вы действительно вкусно готовите, значит, у вас есть наклонность именно вот в этом направлении пойти, да, на основе кулинарии можно здесь развивать свой блок, открыть свое, я не знаю, свой ресторан, да, что-то такое. То есть, вы уже понимаете, в каком направлении двигаться. Поэтому первично не надо куда-то бежать и что-то искать, а нужно в себе разобраться, какие у меня есть сильные стороны, да, вот эти вот характеристики, качества, и где я их могу в дальнейшем применить, чтобы мне понравилось, но не в плане фантазии, а в плане реальных действий пойти, попробовать, посмотреть, получить какой-то результат как обратную связь, и в дальнейшем вы для себя определитесь, у вас будет отклик. То есть, самое главное, вообще, если мы говорим с точки зрения развития души, абсолютно все равно, каким делом мы занимаемся. Главная суть и смысл в этой жизни любить то, чем вы занимаетесь. Абсолютно все равно, что если мы дойдем до такого уровня, что мы любим свою работу, на которой мы работаем, да, либо то дело, которым мы занимаемся, вот с точки зрения души, это уже будет высокий уровень, то есть, не важно, дворником, уборщиком, сиделкой, не важно, что, если вы любите, а особенно самый большой рост именно для души, это тогда, когда вы говорите, что я, например, работаю не на любимой работе, например, кассиром, но не нравится мне эта работа, и смените свое восприятие, найдете что-то хорошее в этой работе, чем вы помогаете людям и в дальнейшем полюбите эту работу. Вот этот навык, который вы приобретете, он будет бесценным. Почему? Потому что неважно, на какую работу в дальнейшем вы пойдете, любую работу вы будете любить. И это самое главное, потому что смысл, и если мы говорим в общем, да, вот это вот понятие предназначения, оно не имеет значения, чем ты занимаешься. Важно, чтобы то, чем ты занимался, ты это любил. Почему? Потому что вот это вот состояние, которое мы аккумулируем, да, состояние любви, это высокие вибрации, и они, знаете, представьте, что каждый из нас является лампочкой. Задача лампочки – светить. Чем больше мы светим, тем больше пользы от нас. Когда мы светим, то есть мы выполняем, как лампочка, свою непосредственно функцию. Мы становимся заметным для мира, и мир нас благодарит за нашу работу, за то, что мы светим. Когда мы не светим, то есть у нас нет высоких вибраций, мы нудим, мы постоянно болеем, с нами никто не хочет общаться, нам самим собой скучно, то есть мы потускли, то смысла этой лампочки нет, она не горит. Для чего она есть в этом мире? Ну, она потухла. Мы ее что делаем? Мы ее откручиваем и заменяем на ту, которая будет гореть. То есть тем самым жизнь завершается, и на наше место, условно говоря, вкручивается другая лампочка. Так вот, задача каждого человека – гореть изнутри. Для чего? Не важно. Главное, чтобы мы все время находились в высоких вибрациях. Это одно единственное предназначение, чтобы мы всегда были счастливыми. Опять-таки, всегда не потому что должны, а потому что это естественное состояние, к которому мы должны прийти, фоновое состояние удовлетворения, благодарности, счастья. Когда внутреннее наше состояние, оно никто, никакой уровень, ни эмоции, ни мысли, ни тела, оно не конфликтует. Тогда нам хорошо внутри, и мы счастливы. И потому что мы счастливы, мы начинаем это счастье видеть вовне. То есть красоту, которую мы видим вокруг себя, это не потому что мир красив, а это потому что наши глаза красивы, и они видят эту красоту вовне. То есть тот же самый мир, как и все, что я говорю, оно нейтральное. И только мы эту нейтрально заряжаем в плюс, либо в минус. Когда мы внутри себя ощущаем в минусе наше безобразие внутри, то есть у нас есть разногласия. Одно говорит нам ум, другое говорит нам эмоции, третье отражает наше тело. У нас есть разногласия на всех уровнях. Мы не удовлетворены. Мы не удовлетворены тем, что происходит внутри нас. Это неудовлетворение мы видим во внешнем мире. Поэтому первичного всегда наше внутреннее состояние. Когда наша лампочка внутри горит, свет наш горит, наша вибрация, у нас нету разногласия. Мы то, что думаем, то мы так ощущаем в теле, такие у нас эмоции появляются. И аналогично мы совершаем действия. И как следствие, мы это замечаем во внешнем мире. Вот это наше предназначение, быть лампочкой и светить этому миру. И тогда мир, он нам благодарен за то, что мы выполняем свою функцию. То есть кажется, блин, мы еще и благодарны должны быть ему. Вот, то есть мы живем, мы излучаем этот свет, и нас за это еще и поощряют, и дают нам то, что мы хотим. А когда мы не горим, то есть по сути, мы не выполняем свое предназначение, смысл тогда держать эту лампочку. Вот такой вот примерно образ. Какое-то время, когда я услышала эту метафору, она мне во многом помогла изменить свое восприятие мира. И тогда я поняла, что не важно, чем ты занимаешься, главное, чтобы это любить. Но чтобы это любить, а то любовь ты должен иметь внутри себя. Поэтому посмотрите, к чему у вас есть наклоны, что вы любите. Однозначно, вы не будете любить все. Что-то одно вы любите. Так займитесь этим, начните хотя бы с этого. Вот у меня такой ответ.